В последние годы европейский бестселлер Volkswagen Golf на нашем рынке играет роль догоняющего. Да что там догоняющего, скорее отстающего. Скажем, в прошлом году своих владельцев нашли меньше тысячи хэтчбеков. Тем не менее, российский офис не хочет оставаться без иконы, поэтому сейчас готовят выход восьмого гольфа. К нам приедут две версии. Первая – максимально упакованная машина со 150-сильным турбомотором и 8-ми диапазонным автоматом. В списке оборудования заявлены матричная оптика, трехзонный климат-контроль, виртуальная панель приборов, система бесключевого доступа и многое другое, включая водительское кресло Ergo Active с подогревом, массажем и памятью. Еще удивительный другой анонс. Кроме стандартного хэтча немцы готовы привезти горячий гольф GTI со всеми сопутствующими атрибутами вроде спортивных сидений, декорированного салона и тому подобных вещей. К обеим машинам за доплату можно будет приладить проекционный дисплей, панорамную крышу, а также продвинутую медиасистему с 10-дюймовым дисплеем и премиальной акустикой. Вот только стоить легенда немецкого автопрома наверняка будет недешево. Конкретику объявят позже, что неудивительно. С такими скачками курсов прайс-лист надо формировать перед самым стартом продаж. Следующая новинка – Honda Civic 11-го поколения. Скорее всего, вообще никогда не доедет до нашей страны. А жаль, бывший революционер вдруг примерил одежу офисного клерка, и такой дизайн обычно нравится российской публике. В прошлом также оставлены эксперименты над форматом. Больше никаких попыток сделать седан похожий на однообъемник. И вообще в новой генерации Civic стал спокойным, если не сказать солидным. Интерьер, пока засвеченный на единственном скетче, вообще насквозь пропитан ретромотивами. Хотя сама марка уверяет, будто бы подстраивалась под вкусы американской молодежи, которой сейчас не больше 25 лет. Пока свежая Honda формально считается концептом. Однако премьеру машины без приставки «Прототип» должны провести через неделю-другую. Тогда же узнаем технические подробности, которые сейчас решено опустить, сосредоточившись на внешности. Субтитры создавал DimaTorzok